145 тонн пластика собрали за 10 месяцев этого года в Красноярске. Его обработали и 84 тонны передали в Екатеринбург для дальнейшей утилизации. Из флекса, переработанного пластика, можно сделать одежду, мебель, дорожные столбы и даже спортивный инвентарь. Про культуру раздельного сбора мусора расскажем в следующем сюжете. Открывается крышечка. Все, захватывается, здесь упор упирается и высыпается на машину. Также назад откидывается. Такие сетки для раздельного сбора мусора делают в Красноярске. В среднем каждая из них дает 55 килограммов пластика в месяц. В следующем году региональный оператор планирует установить в городе 500 сеток, потому что неравнодушных к окружающей среде становится все больше. Мы за период 10 месяцев собрали 145 тонн пластика. И переработали его в Афлекс и передали в такие города, как передаем Челябинск и Екатеринбург. За этот период мы поставили 200 сеток, расставили даже если бы точнее 260 сеток. И столкнулись с неподдельным интересом со стороны жителей. Собранный пластик перемывают, сушат и дробят. Но чтобы ненужная пластиковая бутылка скорее стала новым изделием, мало ее просто выкинуть. Важно сделать это правильно. Надо удалить остатки пищи, ополоснуть бутылку, по возможности смять ее и закрыть крышкой. А чтобы в вашем дворе установили сетку, нужно обратиться в свою управляющую компанию. Они реально очень много могут помочь для экологии. Сейчас самое важное поставить как можно больше сеток. Для этого просто они обращаются в свой УК и пишут заявление. УК должны обратиться к нам после этого. То есть они любым образом должны изъявить свое желание установить сетки. Допустим, написать заявление, позвонить по телефону, попросить соседей написать заявление. Установить сетки скоро смогут и жители других городов края. Систему раздельного сбора мусора планируют внедрять и там. С каждым месяцем будет увеличиваться контейнерный парк для раздельного сбора. Тем самым мы будем способствовать снижению количества отходов, которые будут бессмысленно захораниваться. В планах министерства отработка мероприятий по внедрению раздельного сбора в пилотных городах края в каждой технологической зоне. Если вы готовы помочь планете и собрались разделять свой мусор, но не знаете куда его нести, можно скачать приложение CleanPass. Там на карте вы найдете ближайшие к дому контейнеры и пункты сбора вторсырья, а также сможете разобраться в правилах приема и помочь проекту, сообщая в приложении о переполненных сетках с пластиком.